Привет! На момент съемок данного видео у нас уже 99000 подписчиков. 100000 мы отметим разборкой первого автомобиля в наших блогах. А пока помните, что в «АвтоСтронг-М» 160 000 запчастей, качественный сервис и быстрая доставка. В «АвтоСтронг-М» еще очень много деталей подвески. Вы очень просили данный двигатель. Итак, встречаем Toyota D4D. Турбодизели семейства AD появились в 2005 году и выпускались аж до 2015 года. Первым появился мотор объемом 2,2 литра, а затем началось производство двухлитрового мотора. Оба силовых агрегата построены на основе алюминиевого блока с диаметром цилиндров 86 миллиметров и отличаются ходом поршня. 2,2 литровый мотор оснащен балансирными валами, которые приводятся от коленвала с помощью зубчатой передачи. Блок с открытой рубашкой охлаждения. При отливке в него помещены тонкостенные гильзы, то есть блок соответствует всем канонам времени. Он максимально облегчен и его гильзы, по задумке инженеров, не поддаются расточке. Двухлитровый двигатель развивает мощность от 124 до 126 лошадиных сил. 2,2 литра развивает мощность от 136 до 150 лошадиных сил. И есть еще версия 177 лошадиных сил с двойным катализатором D-CAT. Эти двигатели были доступны для среднеразмерных европейских автомобилей, таких как Toyota Auris, Toyota Aventis, Toyota Corolla, Toyota RAV4. Также эти двигатели устанавливались на Lexus IS. Мы же сегодня разбираем мотор 2,2 D4D, снятый с Toyota Aventis 2006 года. Двигатель, в принципе, надежный, но есть у него пару слабых мест, которые обусловлены инженерными просчетами. Нераспространенная проблема – это выход из строя датчика положения коленвала. При выходе его из строя двигатель может однократно подергиваться, может заглохнуть, а потом не завестись. При прокрутке стартера стрелка тахометра не будет подниматься, что указывает на неисправность датчика положения коленвала. Теоретическая часть у нас закончена, и сейчас мы начинаем нашу разборочку. Двигатели семейства AD получили турбины с изменяемой геометрией IHI модель VB с индексом от 13 до 17. На самой мощной версии двигателя 177 лошадиных сил турбины с жидкостным охлаждением. Стандартная неполадка, связанная с подклиниваниями лопаток геометрии, это подергивание двигателя при разгонах. Также показываются ошибки, указывающие на недодув либо передув турбины. Для устранения такой неполадки нужно снять турбину, разобрать ее горячую часть и почистить от сажи и нагара. Вакуумным актуатором турбины управляет соответствующий электровакуумный клапан. Электровакуумный клапан может засориться либо выйти из строя. Тогда на скорости загорается чек-энжин. Если двигатель перезапустить, то чек-энжин погаснет. Электровакуумный клапан можно разобрать и почистить. Турбина у нас в состоянии огонь и она ждет вас в «АвтоСтронг-М». Клапан EGR на всех двигателях AD оснащен обратной связью, то есть электроника знает в каком положении он находится. Его надо чистить каждые 30 тысяч километров. Если клапан заело, то пропадает тяга. Особенно это чувствуется на шоссейных скоростях. Как водится на всех дизелях, обычно его глушат и отшивают. Двухплунжерный ТНВД Denso HP3 установлен на задней части ГБЦ и приводится выпускным распредвалом. Максимальное давление топлива от 1670 бар до 2000. Насос на нашем моторе давит 1800 бар. Вообще ТНВД беспроблемный и довольно таки надежный. Клапан SCV буквально отвечает за количество всасываемого ТНВД топлива. От него зависит давление во всей топливной системе. За давление в топливной рампе, конкретно за сброс давления в штатном либо аварийном режиме, отвечает отдельный клапан. На форсированной версии он электронный. В данном случае он у нас механический. При неисправности клапана SCV не создается требуемого давления в топливной системе, либо же оно скачет. Из-за этого обороты могут плавать. Двигатель на холодную может глохнуть при паре неудачных запусков. Клапан надо менять на новый. Базовые варианты форсунок это электромагнитные инжекторы, которые встречаются на дизелях мощностью до 150 лошадиных сил, которые выпущены до 2010 года. Позже пьезофорсунками были оснащены все варианты этих моторов, соответствующие Евро-5. Помимо четырех форсунок для впрыска топлива в цилиндры, там была еще одна форсунка, пятая для впрыска топлива во впуск. Пятая форсунка установлена на двигателях с двойным катализатором D-CAD. Ее обычно отшивают, когда убирают сажевый фильтр. Форсунки ходят порядка 250 тысяч километров. При износе они начинают лить топливо в обратку и при этом возникает соответствующая ошибка P0093. Также на износ форсунок может указывать разброс коррекции топлива по цилиндрам. При этом двигатель плохо заводится на горячую. Также могут быть вибрации на холостых оборотах либо же при разгоне в определенном диапазоне оборотов. Стоит обратить внимание, что на топливных фильтрах экономить нельзя были случаи, что форсунки на двигателях D4D засорялись ворсом некачественных фильтров. Также если есть проблемы в топливной системе, но все узлы проверены, не стоит забывать про проводку. Проложенные провода в защитных кожухах могут перетираться и из-за этого двигатель может сразу глохнуть. То есть ТНВД создает давление, но проводка повреждена и нет связи с форсунками. Не стоит забывать про то, что надо менять термошайбы каждые 60 тысяч километров. Если они прогорают, то форсунки закисают и их потом очень сложно достать. Если доставать вот такую форсунку, то к ней можно прикрутиться экстрактором, то есть обратным молотком и достать ее. Если так делать с пьезофорсункой, то пьезофорсунку сразу можно списывать в утиль. То есть разбирать ее нельзя. Новые электромагнитные форсунки стоят порядка 230 долларов, а одна пьезофорсунка стоит порядка 500-700 долларов. Но справедливости ради надо сказать, что есть решение, которое позволяет восстанавливать пьезофорсунки. То есть можно купить новые распылители и мембраны, а также предлагается ремонт из БУ элементов. Но мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» можно найти отличные пьезофорсунки и очень недорого. При установке БУ пьезофорсунок надо прописать их QR-код, чтобы сбросить адаптации старых форсунок. В литой крышке газораспределительного механизма находится помпа и маслонасос. Маслонасос приводится непосредственно к коленвалам, а помпа ремнем вспомогательных агрегатов. Кстати, вот она. Помпа достаточно мощная, но она иногда течет антифризом вот по вот этой прокладке. Цепь на этом двигателе однорядная, натягивается натяжителем со стопором и о случаях ее растяжения мы не слышали. Цепь приводит выпускной распредвал. Впускной распредвал приводится зубчатой передачей. Здесь стоял ТНВД. Можно обратить на вот эти форсунки, которые орошают кулачки распредвалов. Похожие решения мы видели в двигателях BMW. Под распредвалами стоят рокеры, которые приводят клапаны, а тепловые зазоры здесь регулируются гидрокомпенсаторами. Ну и по состоянию у нас здесь все. Огонек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ГБЦ мы не видим никаких проблем. Все чисто, никакого нагара и отложений. Известная массовая проблема двигателя D4D из-за заводского брака – это пробой вот этой прокладки ГБЦ. Из-за этого антифриз попадает в цилиндры, либо же газы из цилиндров попадают в систему охлаждения. Из-за этого патрубки раздуваются, газы попадают в расширительный бачок, выгоняют оттуда антифриз. И также заметно помутнение антифриза и отложения на крышке расширительного бачка. Помутнение и отложения, разумеется, из-за сажи, которая присутствует в газах. Прокладка ГБЦ была дефектная на моторах, которые были выпущены до 2009 года. Хотя пробой прокладок ГБЦ встречается и на более молодых моторах D4D с пробегом до 100 тысяч километров. При пробое прокладки ГБЦ возможна эрозия, либо же микротрещины в головке блока. Но в данном случае у нас все нормально. Стоит заметить, что клапаны здесь пронумерованы, значит их уже меняли и возможно ГБЦ уже ремонтировали. Некоторых наших подписчиков возмущают дизеля с алюминиевыми блоками. Сейчас именно такой вариант. Блок алюминиевый с помещенными чугунными гильзами, открытая рубашка охлаждения и по состоянию у нас никаких вопросов нет. Но мы видим небольшую ржавчину в цилиндрах из-за того, что мотор долго ждал нашей разборки. Этот конкретный экземпляр очень радует нас чистотой, хоть он и бэушный. Коленвал опирается вот на такой алюминиевый картер с помещенными в него крышками чугунными коренных шеек. Здесь же находятся и коренные вкладыши. Состояние у нас коренных вкладышей практически идеальное. Ну и ожидаемо, что такой чистый двигатель будет с отличным коленвалом. Коленвалу вообще никаких вопросов нет. Инженеры Toyota просчитались с поршнями и поршневыми кольцами на дизелях семейства AD. Дело в том, что сновья эти двигатели отличались жором масла на угар. Это влекло ряд неприятностей. Из-за большого количества нагара засорялись клапаны EGR, появлялись отложения на поршнях, также пробивалась прокладка ГБЦ. Этот дефект признан заводским. По гарантии меняли поршни, поршневые кольца, вкладыши коленвала. Поршни алюминиевые, однако в канавке верхнего компрессионного кольца есть вставка из нерезиста. Нерезист – это жаростойкий никелевый чугун, благодаря которому канавка имеет повышенный ресурс и, соответственно, при нагреве поршень меньше расширяется. Поршни здесь достаточно серьезные. Обратите внимание на вот этот большой масляный канал. Масляная форсунка впрыскивает масло в этот канал. Масло проходит через верхнюю часть поршня и выходит через вот этот канал. Это надо для охлаждения. Также инженеры не скупились на маслоотводящие каналы. Их в каждом поршне аж по 8 штук. Поршни у нас, как ни странно, в идеальном состоянии. Не исключено, что в Европе их поменяли по гарантии. Разборка закончена и сегодня мы принесли в жертву отличный контрактный мотор. В принципе, дизеля серии AD неплохие. Если бы не проблема с ГБЦ, которая их преследует до сих пор, то все бы было в порядке. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Обязательно поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».